Яков Маркович здесь уже второй год дает послать деньги, чтобы посадили там деревья, зеленые соседние туйки. Кто? Яков Маркович. И самое главное, Яков Маркович, я хочу сказать, вы недавно сделали великое дело под ваш рубин, дай Бог ему здоровья, и описал этот вечер в журнале дочь нашего уважаемого поэта Михаила Гавриловича, Белла Левиева. Это то, что мы собрали, встречу трех поколений. Это, вы знаете, это имеет большое... Господи, а? Большое рубин. Ваш сын. Это ваш плод. Рубин, дорогой, ты где? Да? О, не прячься там, идем рядом с отцом. Вот отец твой хвалит, говорит, ты рубин организовал, дай Бог тебе здоровья. Это ты идешь по словам с отцом. Сейчас это очень актуально. Чем? Сейчас для бухарской еврейской общины очень тревожное время. В течение недели трое молодых людей покинули этот мир. И еще многие под этим... Чтобы не дай Бог, что любит, не случилось. А вот это, то, что вы сделали, это говорит о чем? Мы действительно, мы бухарские евреи, мы не должны забывать. Мы никогда не будем американцами. У нас свой менталитет. Это никуда не денешься. У нас свое воспитание. Об этом мы никогда не должны забывать. Да, зарабатывать деньги здесь тяжело. Утром, вечером родители уходят. Поздно вечером приходят. Дети остаются сами по себе. Но не надо забывать о том, что главное богатство, ради чего мы сюда приехали. Мы сказали, ради детей. Ради кого мы работаем? Ради детей. Вот это мы должны всегда помнить. И об этом мы никогда не должны забывать. Дорогой Яков Маркович. Работая президентом культурного центра Самарканда, вы внесли огромную лепту благоустройства квартал-восток. Огромен ваш труд проведения 150-летий квартал-восток международного форума, к которому пришли многие люди, которые в течение недели праздновали. Это огромный ваш труд. Ваша работа. Вы прорвотили в искусство. Я всегда гордился вами и вашим братом, вашим искусством, потому что каждый раз, когда в области, в городе проходили большие торжества, большие мероприятия, и первым долгом просили, чтобы вы организовали ваше произведение.